Я после Чеченской войны одно время издавал в Москве литературный журнал ветеранов локальных войн. И вот у него был такой посыл, чтобы никогда больше посмотреть, что вы наделали. Смотреть, что вы наделали в Афгане. Смотреть, что вы наделали в Чечне. Смотреть, что было в Молдове и так далее и тому подобное. И все мои друзья, с кем я его издавал, естественно, башкой поехали. И, наверное, сейчас уже прикопаны очередной раз в лесопосадках. Когда-то они нет войны, ни за что. Как все это началось, все поехали башкой. И вот там у меня был друг, прям хороший такой знакомый. Звали его Глеб Бобров. Глеб Бобров родом с Луганском. И вот он прям очень топил против киевских олигархов. Вот прям очень-очень. Это еще до 10-го года. Там год 2008 какой-нибудь там, 2005-2006 очень такого года. Ну, может, чуть попозже. В районе десятых. И вот он прям очень против киевских олигархов был. Он мне доказывал, какая в Луганске жопа, что дорог нет. А чему я охотно верю на тот момент. Да, видимо, было там все совсем плохо. Я в Луганске не был ни разу. Что дорог нет, что вот весь киевский олигархат сосет из нас деньги. Что если там... И потом он написал книгу, кстати, стал известным, написал книгу, что-то там... Не помню про неизбежную войну какую-то. Не помню. Сейчас он в Луганске... Ну, это я потом скажу. И вот в какой-то момент он мне звонит и говорит, слушай, Аркаш, ну ты типа из Москвы, ты там у всех олигархов знаешь. Давай типа одну схему повернем. Говори с олигархами. У меня, говорит, есть два вагона с просроченным сыром. Давай Абрамовичу продадим. Ты вот сейчас о чем? Он говорит, ну как, ну ты же из Москвы, у тебя там полно богатых людей. Давай вот им продадим два вагона с просроченным сыром. И вот человек с таким уровнем понимания устройства олигархического государства, вот он сейчас там стал секретарем Союза писателей Луганской Народной Республики. Вот он там отвечает за прочищение мозгов юных луганчан. Вот как вы думаете, с руководителями такого уровня когнитивного мышления, там до них дошло что-то в мозгах или нет? Я вот, например, сильно сомневаюсь. Ну, может, они до сих пор пытаются эти два вагона сыром Абрамовича до сих пор продать. Я не знаю. Да, но это история с тем, что это как величезный эксперимент, эксперимент над этими людьми. Вы уже сгадали, посередкованно про россиян. Давайте я тоді вас трошки попитаю про них, потому что декілька кейсов не збиралося. Ну, вы сгадали про то, что да, они там пишут просто, что помер то, и это мое чиново в увазе Сталин, помер и это, и это мое чиново в увазе Путин. Но далее начинается цікавая история. Тут зараз зашкварився перше, это экс-радео Эхо, Эхо Москвы, зараз они называются иначе. Другой истории, которые сказали, что мы вообще не понимаем, что это за принцип донатить на Збройные силы Украины, что это такое, на что это допомогать продолжению цієї войны, и вообще не подобается, когда говорят, что там русня, что-то такое. Другая история, это актор Назаров, которого, мне кажется, украинцы все равно через эмпатию поддерживали, потому что, как это так, он же выступил против войны, Хайбенский его извольнив, а он вышел и сказал, что это самая, в сенсии я буду донатить на Збройные силы Украины. Конечно же нет, это не нормально. Ну и историю, конечно же, я не могу не забыть про Ходорковского и Волкова, которые сейчас ведут целую кампанию, потому что есть, виявляясь, не просто хорошие русские, а есть хорошие олігархи, и им нужно помочь выйти из-под санкций. Я сразу Аркадию хочу сказать, что в Украине тоже не все с этим, как вы знаете, идеально. У нас тоже наша влада сьогодняя лобью и интересы, на жаль, деяких найбагатших русиан. Что вы скажете? Вот это тоже в контексте этого года. Как-то там было много эмпатии, много нам говорили, помогали, но через год все захотели або вернуть свои деньги, або как-то вернуть свои риторику. С чем вы это повязываете? Это просто справжние обличия теперь проявляются? Смотрите, это я не понял, как Хабенский уволил. Я не знал, что его Хабенский уволил. Да, он же директор театра. Хабенский же пару-тройку лет назад был русским либеральным героем, который там что-то против Путина сказал и за детишек выступил. По-моему, это был. То есть герой уволил героя, да? Ну, окей, хорошо, бывает. Посмотрим, что там у них дальше. Я здесь могу только 150 раз повторить. В словосочетании русский либерал на первом месте стоит русский. Все. Вот все. Ну, окей, давайте. Вот мы через... Пользуясь случаем, дорогие зрители, через полтора дня, через три дня, в среду, 8 марта, у нас в Вильнюсе будет очередной аукцион с Айдером, мы же добавим, где мы будем продавать вот такие вот кенгурухи, много всяких разных вещей. Есть у нас плакат приводки с автографом заложенного. В Таллине мы его продали, автограф заложенного продали в Таллине за 10 200 евро, кстати говоря, между прочим. И вот через три дня мы будем в Вильнюсе устраивать точно такой же аукцион. Дорогие русские либералы, весь ФБК, который сидит в Вильнюсе, Михаил Борисович, если я не ошибаюсь, приходите! Welcome! Что вот вы сидите, ждете? Помер тот, помрет и этот. Давайте можем написать письмо Санте, Деду Морозу по-вашему, и попросить у него подарочков, чтобы этот помер быстрее. Вот давайте, 10 снайперских комплексов нам нужно, 42 тысячи евро еще нужно. Я вам, Михаил Борисович, плакат заложенного продам со скидкой за 20 тысяч евро, может так и быть. И мы подразделение обеспечим, и этот помрет гораздо быстрее. Приходите! Welcome! Так нет же, там глаза ужаса вот такие будут, да? Вы что, донатите на ЗСУ, чтобы они убивали наших мальчиков? Наши мальчики те же жертвы, да? Это, как мне говорил Шандерович из Гойзманом и Томасом Венсловой в Вильнюсе года два назад. Вот они мне доказывали, что русские солдаты, это ровно те же жертвы, что и украинские народы. Ну, что я там офигел, и вот уж меня на этот форум не приглашают. Ну, все, уже год, уже все определились. Ты либо по ту сторону, либо по этому. Все, что вы там закончили, до свидания. А вилять там что-то, пытаться про наших мальчиков, ну, знаешь, ты по ту сторону. Вот и все. Я зараз дуже часто Аркадій чую, власне, від того ж Хадарковского, а еще и от деяких российских опозиционерів. Ну, я их называю опозиционерами, потому что они так маркуются, да, как и либералы. Нет, почему? Они опозиционеры. Они не либералы, но они опозиционеры. Биркин тоже опозиционер, что плохой. Окей. Они говорят наступное, что свит не зацікавленный в распаде Российской Федерации. Цікаво, с яких пир Украина выпала из світовой мапы. Что в цьому никто не зацікавленный, что наслідки будут фатальны. Там різная аргументація по типу, что делать с ядерным озброєнням. Кто будет выплачивать Украине репарации. А чи нужно, чтобы на кордону с Украиной, или вообще там, умовно, на Матеркове, были оцены вогнища разных войн среди российских регионов и так далее. То есть они хотят все, что сегодня существует в России, все, что было створено или не створено, умовный Кремль. Они берут, они выкидают звезды Путіна, скорее всего, его посипак. То есть они изменяют всю вертикаль влади. Далее они заходят в эти самые кабинеты. Я даже не знаю, если будут они переработать там ремонт, или будут они использовывать этот бронепотяг, или будут они там, я не знаю, ликвидовывать сховинки Путіна. Инколи по их риторице, что все-таки они забирают полностью эту модель. Единственное, что они обещают, известно, там, аминейстию, политвязням, обещают, что не будут такими воевничами и так далее. И я, когда их слушаю, я не очень понимаю, а что мы с этого выиграем. Ну, типа, все равно лишается российское суспільство. Багато из них говорить про то, что не будет ніякого усведомления и денацификации, которую проходили німцы. То есть российское суспільство, которое божало нам смертей, которое посылало своих детей и человеков нас вбивать, лишается там, где оно есть. Россия лишается в своих кордонах и, типа, все делают выиграть, что ничего не было. Ну, вот, на жаль, это правда. Вот в этом случае они правы. Потому что, да, действительно, в Мюнхене была конференция, и там была какая-то группа русских либералов, какая-то там очередная условная... Люба Соболь рассказывала немцам на мюнхенской конференции, которая была неделю назад, да, где... Да, и вот там вместо Путина действительно туда приехала делегация русских либералов. И это правда, мир еще не готов к распаду России. Мир действительно не хочет со всем этим возиться, с этим ядерным оружием, с этими безумными дикими дивизиями, кадыровскими и пригожинскими. Ему, миру, действительно, было бы удобнее, чтобы из застенков вышел Навальный, ему бы передали креслице, и там дальше как-то оно само по себе продолжалось. Ну, и опять же, все-таки бизнес, европейский бизнес на Россию завязан очень неплохо, и это все-таки очень лакомый кусок, да. Деньги – это всегда деньги. Но, что я вам хочу сказать, у нас с вами есть два союзника. Камера какая-то странная. Вот сюда. Два союзника. Первый союзник – это Владимир Владимирович Путин. Потому что никто, как Владимир Владимирович Путин, не умеет переубеждать Запад в том, что надо в России херакнуть ядерной бомбой. Вот год назад в Соединенных Штатах Америки в голову никому бы вообще не пришла мысль, что в Украину можно поставлять Абрамсу. Та-дам! Вот Владимир Владимирович Путин хренакнет сейчас еще какой-нибудь ракетой. Шутить на это, конечно, совсем не хочется, но это будет, да, еще будет. И ракеты, и дом в Днепре, и ужас, и жуть, вся эта будет. Вот он еще раз куда-нибудь хренакнет ракетой, после Абрамсов будет Т-16. Еще раз хренакнет, пойдут разговоры о деоккупации России. Еще раз фигакнет, пойдут разговоры там о том, что нужно высаживать спецназ и ловить Путина. И вот так вот постепенно, постепенно, потихоньку, потихоньку шведская Даггенс Нюхетер начнет печатать призывы Бабченко о том, что нужно ядерной бомбой херакать первыми, например. За год мы прошли путь от Украина падет за три дня, и мы будем жить в новом мире, о чем говорили все европейские аналитики, до поставок Абрамса. Ну, дайте им еще пару лет. То есть вот первый наш союзник – это Путин и время, а второй наш союзник – это Рамзан Ахматович Кадыров и Евгений, не знаю, как его по-батюшке, пригожий. Потому что я вообще в принципе не представляю, что вот они выпускают Навального, и вот Навальный с Любой Соболь идут в Кремль, заходят в эти кабинеты и даже не делают там ремонт, и тут к ним стучится Рамзан Ахматович. И он просто в принципе не представляет, как они будут удерживать власть в этом состоянии. Потому что хотелки у всех могут быть какие угодно. Я допускаю, что никто в Америке не хотел, чтобы в Сомали было то, что произошло в Сомали. Но в Сомали произошло то, что произошло в Сомали. Я абсолютно уверен, что в 2017 году никто в мире вообще не хотел, чтобы в России произошла революция, и она поразвалилась вот на это все, и потом еще на 70 лет кровавой каши. Но произошло то, что произошло. Поэтому да, русские либералы, конечно, хотят, чтобы их Джо Байден на блюдечки принес в Кремль и посадил. Джо Байден тоже в принципе этого хочет. И Джо Байден, и Дональд Трамп все этого хотят. Если бы принести Навального на блюдечки и посадить туда в Кремль. Но будет так, как будет. А будет сомализация и иронизация России. Рамзан Ахматович с дикой дивизией с юга. Евгений, как его по-батюшке, не знаю, со своей кувалтной дивизией с севера. И вот они с севера на юг, с запада на восток будут прохаживаться по России своими этими дикими дивизиями. И будет смешно, весело, замечательно. И где в этом сценарии место Навальному, я, честно говоря, не представляю. Нет, можно, конечно, в Афганистане посади своего Хамида Корзая. И можно его усилиями 300-тысячного американского контингента или сколько там было, я не знаю, 100-тысячного американского контингента удерживать 10 лет в президентах. Но, объясняется, все равно в любом случае приходят талибы и засовывают в кувалду, в задницу. Ну, Корзая не успели, он вроде бы эвакуировался. А на Джабулу они, например, повесили. 15 лет там Советский Союз до этого пытался установить коммунизм. Пришли талибы, доктора на Джабулу, повесили посреди Кабулу на дереве. Потом пришли американцы, 20 лет пытались устраивать демократию, пришли талибы и сделали то, что сделали. И, ну, могут они посадить какого-то Навального на трон, будет там сидеть и 4 года, ну и 10 лет его можно удерживать. Но потом все равно придут все эти полаумные, и кувалда займет свое место в том столе, где ей положено быть. Ну, ничего, наша задача с вами, чтобы Россия успела за это время выплатить репарации, дайте Бог. Безперечно. Друзья, пройшли мы за рекадем умовно середину нашего стрима, самочесно, гадайте вам, чтобы вы не забыли, обовязково залишите нам лайк. Это надзвичайно важливо. Ну и, звісно, подписаться на YouTube-канал и Курбанова Лайф, и, звісно, напрямый там, где вы нас будете дивиться. Аркадію, единственная проблема сейчас, если все-таки доверять инсайдерам, они кажут, что Кедеров может не дожить. Вказую на то, что у него там серьезные хворобы. Это, власне, читается из его зовнишнего вигляду, который за последние месяцы серьезно изменился. Но это не единственная проблема сегодняшнего режима, в котором мы желаем всего наибольшего. Власне, аналитики Института вивчения войны, они же пишут про то, что при данном військове командувание российской армии, они сейчас надзвичайно не задоволены втратами, которые происходят на фронте. Они, в общем, известно, сейчас завинувачивают Путіна. Я так понимаю, что это более такие подкилимные игры. И вы, когда вы знаете, и того же Привожина, и других, они же уже между собой публично сварятся. Публично сварятся, выкидающи ризный, надзвичайно, брудный компромат. Чи, верите ли, чьи варто робить ставку на то, что эти павуки в банке, ну, хай они не несут одне одного, не повбивают, но они тоже, что называется, сейчас хитают стабильность путинского режима. Ну, кто там качает? Шойгу, что ли? Вот этот вот покорный грибок-маховичок, он там качает стабильность путинского режима? Или этот, как его, пародия на орангутанга, на обезьяну, где обезьян не хочется оскорблять, потому что обезьян-то разумный посадил с этим. Это вопрос Суровикина? О, да. Суровикин, что там будет качать стабильность путинского режима? Бросьте. Вы опять начинаете сходить, вот вы все ту же самую ошибку совершаете, о которой я говорю уже годами. Ты слишком много, 30 лет прожил в независимой Украине, если считаешь, что в России есть хоть какой-то субъект политики, кроме царя. Нет никакого российского народа, нет никакого российского олигархата, нет никакого российского генералитета. Ничего этого не существует. Ну, да, конечно, они недовольны. Ну, вон, все чмобики недовольны. Чмобики из Омской области записали видео обращение к Путину, где они жалуются на то, что они без трусов и не обучены идут погибать. Прошло 30 минут. Чмобики из Омской области все погибли под углидаром. Все. Вот еще их недовольство. Ну, окей. Ну, недовольны. Ну, хорошо. Ну, черт с вами. Да, но когда вы говорите про царя, то тут, в принципе, это все абсолютно логично. Но все равно там есть найближчі люди. И они же тоже понимают, что он, извините меня на слове, он старый, он хворый. Ну, то есть, мое быть план Б всегда. План Б – это снизу Кадырёв, сверху Кригожин. Дикая дивизия против Куазы. Это и есть план Б. В ровном ажаконом Аркадьев в Российской Федерации. Путин, кстати, вот вы знаете, мне, кстати, кажется, что Путин, в принципе, вообще-то всем доволен, кстати говоря. Вот он, мне кажется, всем доволен. Ну, не получилась у него война, ну, он прошел все эти... Блицкий рик у него не получился, но он прошел эти пять стадий принятия, отрицание торгов, гнев, депрессия, и принятие в итоге сейчас. И он так посмотрит, ну, а что? Я этим дуракам 20 лет говорил, что НАТО хочет на нас напасть, но вот НАТО напало. Вот фашисты из Азова или там русского добровольческого Азова, ну, у них все Азов, да? У них сейчас правый сектор, когда сказать, я все еще до сих пор. Фашисты из правого сектора, вот в Брянске расстреляли автобус с детишками. Вас предупреждали? Предупреждали. Вот фашисты бомбят колону. Вас предупреждали? Предупреждали. Вот Байден посылает танки. Абрамсы. Ну, я вас предупреждал, вы мне не верили. Ну, вот отлично, да? Вот он сейчас себя ощущает Петром Первым. Это Путина спала. Петр первый 30 лет воевал со Швецией. Ну, и мы на это готовы. Вот у него 140 миллионов абсолютных баранов, которые 30 лет готовы подыхать. Владимир Владимирович, вы необычные, мы из Ульска, надо специально подыхать. Бум! Ой! 30 лет он этих баранов может посылать. Ну, генералов он может менять туда-сюда. Может посадить Суровикина, потом поменять на Рунгуттана, а потом опять на Суровике, на Рунгуттан будет симпатичнее, по крайней мере, да? Чего ему париться в этом случае? Помрет, тот помер в 74 года, этот помрет в 94 в собственной постели самым богатым человеком на планете, 30 лет пытаясь переделывать влияние мира. Что там будет через 15 лет, я не знаю, может ось зла-то более-менее вырисовывается, да? Ердоган уже совсем начинает головой ехать в Китай, говорит, что он будет поставить оружие России, Иран наши друзья по жизни, ну, и от их лица говорю. Так что никакого шатания режима я не предвижу вообще в принципе. Ну вот вообще в принципе, абсолютно. Мне очень понравился сюжет, вчера я увидел сюжет телеканала «Дождь», о том, как корреспондент телеканала «Дождь» поехал в Брянск снимать сюжет о том, как разбомбили Брянск, а водитель такси сдал его в полицию. Вот мне это очень понравилось. У водителя такси была петличка, которую журналист телеканала «Дождь» ему прикрепил. Водитель забыл про эту петличку, и вот он приехал в полицию, говорит, а я вот врагов везу, петухов этих с дождя, надо их поймать и отпетушарить. И сдал их, да? Вот они все ныли по 37-й год, а это не 37-й год ни разу, еще вообще ни разу не было. Вот когда Путин сажает, да, это 34-й год. Вот Сталин сажал транскистов, филателистов, эсперантистов, шахматистов, кого он там еще сажал, ветеринаров, врачей, я не помню, кого он сажал, да? Вот это был 34-й год. А 37-й настал, когда вагоновожатый стал сажать маляра, да, когда таксист везет пассажиров куда-нибудь там по адресу, а привозит на Петровку 38. да, когда пациент приходит к врачу, а врачи ему вместо рецепта пишут на него донос. Когда обдождь едет в Брянске, тактист их привозит в полицию. Вот 37-й год только сейчас начинает. Путин отличная поддержка. Я наплачула этот сюжет, но обовязково знайду после нашего эфира, потому что это неимоверная история. Аркадий, но сейчас помадруемо трошки в будущее. Если я не помню, 18-го березня мае быть этот календарный шабаш. Это день, в котором в Российской Федерации, они означают незаконную анексию нашего півострова Крим. И мы чутко помнимо, мы много разбирали его в своих эфирах, то, что случилось минулого року. Только давайте сделаем такий дисклеймер, что Украина 22-го року, 5-го березня, 18-го березня. Ну, така прям инша Украина. В нас палає скрізь, мы еще не зібралися, у нас еще немае західного озброєння, и мы таки в абстракции трошки. И, конечно, дрони не летали. Не летали в Пітер, не летали в Энгельс, не залетали на территорию темшевого окупованого півострова Крим. Не заходили в Брянск, власне, згадані вами російськие добровольцы. Все было геть инакше. Как вы гадаете, отверховуйте, что на 18 березня в них теж будут лужники, великий концерт, малі артисти, яузки, вот это вот все. Мает там быть Путин або его двойник, потому что, кажучи, на такие заходы не ходить оригинал. А чи будет все так, как они звикли? Вы кажете, что не может быть в них там каких-то коливаний. Ну, в них они ставят ці протиповітряную оборону, панцирь С-1, тепер скрізь. Хіба вы думаете, что росіяни, зокрема, и не відчувают, что навіть и цей день может быть по-особному зіпсованный. 18 марта шабаш будет однозначно. 18 марта у меня день рождения. Спасибо, что вспомнили. Я прям так на практику думаю, что это 18 марта будет шабаш. А потом да, каждый раз на день рождения они мне подарочки делают. 18 марта еще каждый год выборы президента, выборы президента Путин у них там. Каждый год, каждый выбор, они 18 марта капали. Поэтому я раз в 4 года дергаюсь. Ну, сейчас уже не дергаюсь. Будут, наверное, у них тоже не быть. В Москве войны нет. В Москве войны нет. В Питере войны нет. Это шикарные города, которые совершенно шикарно живут. Там мраморные фонари и люминесцентные плитки. Или наоборот. Я не знаю, что там Собянин строит. Там Wi-Fi на автобусных остановках и USB-порт в каждом милицейском отделении. Ну, каждому свой, что они там друг другу за собой заряжают. Это уж кому что бог пошлет. Но тем не менее. Тем не менее, денег ни Москва, ни Питер войну не чувствуют. Вот пока Москва, Питер, ну, еще там пяток городов таких вот именно больших миллиончиков. Да, там Краснодар, Красноярск, Ставрополь. Вот пока они войну не почувствуют, да, будут лужники, да, будет Крым наш. Но будет только, наверное, все жестче, да. Опять же, с тем посылом мы вас предупреждали, а вы не верили. Вот все-таки НАТО напало на наш Крым. Сейчас я вам покажу четыре позиции, да, откуда готовилось нападение. Выбежит Охлобыстин и проорет Гойда, 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 как это по-русски, Гойда, Гойда проорет. Еще громче, еще злее. Чичерин, совсем уже обохлобыстившийся Чичерина опрокинутым лицом споет какую-нибудь очередную песню, а Роман Костомаров спляшет танец русский самовар, да, на льду. Уже не спляшет. Злые вы. Мне вот очень понравилось, мне очень понравилось... И даже не посмотрит, если только одним глазиком, если честно. Но этот сериал, конечно, будет вечным, я надеюсь. Мне очень понравилась новость от Министерства обороны. Я прочитал и прям чуть не упал. Министерство обороны научилось создавать бионические протезы и поставил уже один бионический протез ветерану СВО, пострадавшему на Донбассе. И отправил его обратно на фронт. Вот я прям выпал от этого. То есть человек думал, боже мой, я спасся, да. Вот я когда это видел под Глидаром, смотрел, где один танк приехал на мину, бух, второй на мину, бух, третий, четвертый. Они там по трупам своим уже 25 танкам горят и думают, что за дебилы? Ну вы дебилы или нет? Потом я понял, они ни разу не дебилы, они умные. Потому что, побрив танк на мине, он очень редко приводит к смерти. Ну, ноги может переломать. И вот они, первый подорвал, все такие, ой, ё-моё, там мина, да, там ТНК, а там-то джавелины. Давай-ка все на мину. Приехали, начали искать, 15 подорвались, такие уже лежат в госпитале в Щербинке, такие думают, боже мой, спасён, всего лишь отделался одной ногой. Вот приходит Минобороны, даёт ему бионический протест, такие, а, давай, чувак, обратно на Глидар. Он такой, ё-о-о-о. Так что, думаю, что примерно то же самое будет и в Лужниках. Что-то, кажется, отошли мы немножко от темы. Не-не, но мне очень понравится. Мне нещодавно рассказали про то, как Гіркін Стрелков, которого мы уже назначили, как опозиционера российского, в него очень большой телеграм, если я не помиляюсь, где-то там 1700 или 800 его читают. Він днями Аркадью хизувався, что они смогли за несколько дней забрати 800 тысяч рублей на безпилотники. 800 тысяч рублей, дай Боже мне память, это, здаясь, 300-200 тысяч рублей. Это 10 тысяч долларов или евро, где-то так, наверное. Ну вот, при том, что в него величезна ця аудитория, это они збирали на эти дрони и так далее. Это тоже для меня было певным маркером такой эмпатии, потому что у нас есть телеграм-каналы, от которого мы используемся, там, ну, по 20 тысяч, там буквально у нас подписчиков, и все равно украинцы скидаются надзвичайно швидко. История с тем, как, власне, в них оця эмпатия, как им не понравится, что нужно что-то купить, она же все равно продолжается. Но Путин, он использует каждый шанс переконать российское суспільство, что это же великая отечественная. И оцю Брянщину, что он там сказал, пришли забрать у нас историческую память. А как вы гадаете, что взагалі русианам а не байдуже? От, навіть, когда кажут про НАТО, про то, что на нас напали. Нет, 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 нет. Русианам не байдуже. Вот вы очень хорошо загадали историческую память на Брянщине, потому что именно на Брянщине была такая республика Локоть, Локотьская народная республика, когда в 1941 году на Брянщину пришли немецко-фашистские оккупанты. Брянские мужики вышли, сказали, чуваки, давайте так, вы нам отдаете Локоть, это райцентр, город. И вот вы нам отдаете Локотьской район, и мы в этом Локотьском районе сделаем все сами. Мы повесим всех евреев, мы очистим все от большевиков и будем править сами славу Гитлеру. И они отдали им Локоть, был проведен такой эксперимент. И действительно, они повесили всех евреев. Там фашизм, антисемитизм превышал в разы просто Дахау. Там евреи вырезали вообще просто по ноль вместе со всеми детьми. Вырезали большевиков. Это правда. Большевиков они тоже не очень любили. И до 1943 года, до освобождения или новой оккупации, или деоккупации, короче, оккупировали фашисты, потом оккупировали коммунисты, потом оккупировали фашисты, потом деоккупировали коммунисты. И до 1945 года Локотская народная республика, она была, как называлась, народная республика, ЛНР, вполне себе существовала. Два миллиона человек. Нет, меньше. Два миллиона, это примерно в общей сложности на круг, два миллиона граждан Советского Союза, ну там, от миллиона до полутора, до двух, по самым большим прикидкам, да, воевало против Советского Союза. Так что это реальная историческая память. Они ждут, в тот раз они дождались из тигров, а сейчас они ждут леопардов. Они просто ждут, когда придут леопарды, они будут, скажут, о, мужики, давайте мы сейчас всех евреев повесим, большевиков повесим, кого надо повесим, кого нам скажут, и будем сами править, дайте нам Локотскую народную республику. И когда в Брянскую область зашел русский добровольческий батальон, они не больше такие, о, ура, наши в городе. И полезли выкапывать пулеметы Максим, которые там закопаны, чтобы расстреливать евреев, потому что по-другому у них никогда не получалось. Это обязательно. Так что здесь все правильно. Я думаю, что они скидываются, просто они скидываются по историческому памяти, наверное, мне на ЗСУ, а не Гиркину на большевиков. Потому что историческая память там, наверное, все-таки есть. Так, друзья, мы еще раз нагадуем, что все рахунки можно в Аркадия найти в Телеграме, поэтому обязательно вы ему скидаетесь. Но это же история с тем, что, да, сейчас говорят, что они там мобилизовали не 300 тысяч, а півмиллиона. Ясно, что они там плачут, страждают, но все равно идут на бахмут и вугледар. То есть они просто не способны отмотить, даже когда понимают, что попереду смерть. Но главный, что Аркадий, это история с тем, что они же пытаются створить миф великой отечественной войны. Мы анализируем всю российскую пропаганду, мы постельно делаем свои выпуски с добирками. И они справедливо рассказывают, что уже мы идем там, восстановить. Красовский нещодавно сказал, что я иду, значит, возобновлять там свои какие-то знания, как пользоваться винтовкой. То есть он тоже пытается доказать, что вся загроза вона на порозе. Но это работает в целом на россиян, или верят они, что нужно там терминово идти и долучаться до армии. Конечно, конечно. Это отлично работает. Они обязательно сотворят этот миф. И как есть улица Котовского, так будет улица Моторолы. И через 20 лет Моторолы будут изучать этих детей в учебниках. Это я вам совершенно точно говорю. Там будет герой, и будет написан стишок «Добрый дедушка Моторолы телефончик нам принес». Он на лифте к нам приехал. Что-нибудь такого плана. Там совершенно точно будет. Ленин и печник. И это отлично работает. Но вот Дина Корзун вчера приехала из Швейцарии со своим мужем, швейцарцем. Кто не знает, Дина Корзун это партнер Шичолпан Хаматовой по фильму «Страна глухих». Они прям просто блистали там в 90-х. Это была очень великая клиса. Оказывается, с 13 лет она жила в Швейцарии. А тут вот вчера взяла мужа швейцарца под мышку и убежала от трансгендеров и ЛГБТ-пропаганды в школе цитируя «в самую безопасную страну Россию». Все это отлично работает. Почему нет? Сын Яны Поплавской взял ружье и пошел воевать добровольцем не дожидаясь повестки. Яна Поплавская когда-то была подписана на мой Facebook и она мне писала такие комментарии «Ох, Аркадий, долой Путина, как у нас все хорошо, какой вы божественный». Сейчас Яна Поплавская 800 тысяч рублей на дрон каким-то там очередным десантником. Ну, таких дебилов на самом деле там мало, даже несмотря на эту страну. Таких-то уж дебилов там мало, которые возьмут винтовки в руки. Там больше все-таки, конечно, Шариковых, которые на учет стану, а воевать не пойду. И так уже есть на колчаковских контакте с Полосовым. Но миф они старят однозначно. С этим проблем вообще никаких не будет. И население да ну и так тоже зазомбировано, а будет зазомбировано еще больше. Это совершенно точно. Аркадий, я хочу вас на останок запытать и про... Ну, не знаю, можно по-різному там... Кстати, кстати, я перебью вас, Лена, по поводу Красовского. Вот хорошо, что вы его заведовали. У Красовского дачи в Коломне, и вот он прям что-то разнервничался, когда у него там в Коломне прилетел беспилотник, что-то там бахнул. У меня дача под коширей. Ребята, хренатники следующий раз по коширю. У меня там дача зазря пропадает. Прям хренатники, чтобы вот прям совсем все сгорело. Прошу вас. Очень надо. Так, это он как раз после того, как прилетела повз него, он про это и говорится. Я вас хочу запитать буквально наостанок уже про внутреннюю українську кухню. Вы ее частково згадали, посередкованно мы с вами згадали. Это эта история с сегодняшними нагородами. И там справді, я впевнена, что украинцы очень активно за этим слідковали, что низка блогеров отримали нагороди от держави. И, зокрема, так сталося, что одна из девчат она не приховала, она в минулому занималась эскортом. Я говорю, что эскорт может быть будь-який и поветряный, и парадный, и по-разному это принимают. Но, что цікаво, один наш військовый Збройный Сил Украины и блогер Алексей Петров написал наступное, и Гиви, которого вы узгадали, что как раз до Гиви приходила девчина, и она рисковала своим життям. Вона не знала, история могла закинчаться как завгодно, но что-то она Гиви лишила, и на сегодняшний день мы всегда говорим, хай ему будет земля стекловатою, потому что Гиви уже на концерт Кобзона. То как вы гадаете, в чома проблема цієї истории, чому все-таки украинское суспільство так гостро воспринимало все-таки эту выдачу нагород? Чи есть у вас для себя ответ на это вопрос? Проблема все в том же, в коммуникации. Мне совершенно пофиг, чем человек занимается, как он распоряжается своим телом, вот ты же занимаешься проституцией, да бога ради, пожалуйста. Налоги только с этого плоти, а остальное вообще не моя проблема, да? За ради бога. Искортиться так искортиться, ура, пусть цветут все цветы. Проблема в стоимости наград. Проблема в том, что такие случаи, они являются вот именно уникальными случаями, да? В этом случае нужно тогда говорить, да? Потому что когда у тебя тренер по минету становится послом в Болгарии и таки становится, несмотря на скандал, да? То когда у тебя руководитель Буру фотографируется с эскортницей вручая медаль, никаких других мыслей здесь в голову прийти не может, да? Вот надо было сказать четко. Вот эта девочка сделала то-то, то-то и то-то, мы ее выводим из-под удара и награждаем вот этим, этим и этим. Либо она подписывает листок о неразглашении, получает эту медаль секретным указом и сидит, молчит в тряпочку, да? Не выставляя ее, потому что есть, извините, просто десятки тысяч человек, десятки тысяч человек, раненые, покалеченные, без рук, без ног, без глаз, которые сейчас смотрят вот на ровно такую же медаль, которая у них здесь висит, да? И они не могут понять, да? А какого, собственно говоря, хрена? Да? Поэтому такие вещи можно деньгами, я думаю, она деньгами лучше взяла, да? Можно там еще как-то, да? Но вот точно не медаль с фотографией и молчания, это очень болезненные вещи. И нужно понимать, что общество такие вещи воспринимает крайне болезненно, крайне болезненно. А то, что дают медаль эскортнице, если она действительно что-то сделала, это за ради бога. Мата Хари была эскортницей по тем временам. Я, правда, не помню, что она шпионка-то была. Российская, что ли? Но, тем не менее, он вполне себе шпионил. Да? Использование проституток в добывании информации, это вообще база, да? Любой разведки. Любой разведки. Ну, так скажите, вот все, вы ее засветили, засветили ее лицо, ну, скажите, вот это наш агент, который добыл нам рецепт ядерного коктейля. Вот мы ее за это нагрождаем. Ну, все, все вот как-то в этих случаях у нас как-то вот, ну, не очень как-то почему-то получился. Так, я еще тільки б сказала, в ней, звісно, така, что называется, цивильная награда, а до нас звертаються, очень часто, на жаль, родичи загиблих, например, героев-захисників острова Зміїный, которым посмертно досі не выдали нагороди своими войсками. И это великая ганьба, и это великая прикрість. Вот на это треба спершу звертати увагу, а потім выдавати кому захочуть. От правда, мне тоже не моя справа, кто чем занимается, но я тут с вами, Аркадий, сгодна, что коммуникация наша все и мае быть подано. Ну, поймите, там ничего другого быть не может. Ну, вот когда у тебя к власти приходит команда, креативная команда руководителя творческого кружка самодеятельности, интервью Владимира Зеленского, через год войны должен брать, я не знаю, Виталий Портиков. Вот это тогда будет разговор. Бутусов. Бутусов должен брать интервью у Владимира Зеленского. Мне пришлось много времени потратить, чтобы понять, кто такой Дмитрий Комаров, который берет интервью у Владимира Зеленского. Я потратил на это время, я понял, кто такой Дмитрий Комаров, я посмотрел, кто его жена. Я понял, что в этой команде никто другой это интервью брать не мог в принципе, да? Ну, вот мы имеем то, что имеем в итоге. Вот имеем вот такой вот уровень.